Добрый день! Прежде чем начать наш разговор, я напомню, что абсолютно каждый зритель может отправить свой видеовопрос на электронную почту, указанную внизу экрана. И прямо сейчас начнем с первого вопроса от нашего зрителя, нашему гостю. Я этот вопрос зачитаю. Итак, здравствуйте, я живу в Мариуполе, а мои родители в Донецке. Я хочу их вакцинировать от коронавируса проверенной вакциной. Как это можно будет сделать? Возможно, есть какая-то государственная программа. Пожалуйста, Александр, вам слово. У нас в Украине есть дорожная карта по реализации вакцинальной кампании против COVID-19. И согласно этой дорожной карте, дорожная карта предусматривает несколько этапов и несколько приоритетных групп, которые должны получить гарантированную вакцинацию в первую очередь. Мы сейчас говорим о группах риска медицинского характера, профессионального характера, которые четко распределены на каждый этап, на временную рамку, в зависимости от того количества вакцин, которые одномоментно доступны на территории государства. Этапов, согласно этой дорожной карте, четыре, но есть пятый этап, это при условии успешной реализации первых четырех. Мы можем также запускать в дальнейшем и пятый этап среди тех людей, которые не попали в предыдущие этапы. Если же говорить об украинцах, которые прибывают на временно оккупированных территориях, то такая опция вакцинации именно таких групп населения также предусмотрена дорожной картой. И такой механизм будет рассматриваться после успешной реализации первоочередных этапов. То есть мы к нему вернемся, но общая картинка, общая рамка и понимание, как это будет происходить, уже есть. Отрабатываются непосредственные алгоритмы с руководством территорий подконтрольных Украине. Это Донецкая, Луганская и Херсонская области. Сейчас и параллельно ведутся рабочие встречи с Министерством по оккупированным территориям, которые дотычны до этого процесса, для того, чтобы отработать четкий механизм и алгоритм, как это будет происходить. Но то, что те граждане Украины, которые пребывают на временно оккупированных территориях, они пересекают границу, они бывают на территории Украины подконтрольной по своим определенным потребностям. И они также могут получать гарантированную вакцинацию, но немножко позже, как я уже сказал, после реализации первоочередных этапов по дорожной карте. Александр, скажите, пожалуйста, а в принципе ведется какая-то статистика, я понимаю, может быть секретная, зашифрованная? Переговоры, может быть, ведутся непосредственно с людьми, которые сейчас на временно неподконтрольных территориях, с нашими людьми. Много ли проявили желания уже вакцинироваться европейской вакциной Ковишилд? Ну, на самом деле, мы сейчас не готовы сказать, сколько таких желающих или нежелающих, но мы четко знаем, что от Министерства по оккупированным территориям мы также ожидаем от них ориентировочные цифры, хотя бы тех критических групп, которые должны будут получить вакцинацию от COVID-19 на первых этапах. То есть, хотя бы иметь ясность по количеству. Исходя из этого, мы уже будем отрабатывать алгоритмы, каким удобным способом это произвести на подконтрольных Украине территориях. Или там при КПВВ, или же на существующих пунктах вакцинации. Но в удобный для всех способ, в зависимости от того количества людей и доступных вакцин на территории, мы будем отрабатывать эти алгоритмы. Ранее в эфире телеканала «Дом» наши гости и представители Министерства охраны здоровья говорили о том, что вторая партия вакцин COVID-19 в Украине ожидается в конце марта, в начале апреля. Исходя из этого, из этой информации, можно ли говорить, что часть этих вакцин как раз будет рассчитана на людей с временно неподконтрольных территорий? Ну, я думаю, что пока еще об этом говорить немножко рано. Попадет уже, когда будет доступна эта вакцина на территории Украины. Мы будем смотреть по темпам вакцинации согласно нашей дорожной карты. И мы не исключаем объединение некоторых там этапов или одновременный запуск нескольких этапов согласно дорожной карты. Но как только будет достаточное количество этих вакцин, как только будет охвачено необходимыми дозами прививок критические группы риска, которые нуждаются в этой прививке согласно дорожной карте, это и медицинские работники, и люди старшего возраста, то тогда мы будем возвращаться и к этому вопросу. Но я хочу сказать о том, что Украина рассматривает и реализует поставки вакцин на нашу территорию не только через государственные закупки, но и также через механизм COVAX. Будут гарантированные поставки, в том числе и вакцины от производителя Pfizer, которая будет направлена на дома престарелых, на интернаты. Рассматриваются также и поставки в рамках COVAX вакцины AstraZeneca, уже известные нам, которые используются сейчас на территории Украины, это примерно 1,7 миллиона. И также другие варианты поставок вакцин на территорию Украины. Но рано ли еще говорить о сроках, когда эти вакцины у нас будут? Предварительно мы можем говорить о том, что да, это может быть и в апреле будут первые уже поставки, и во втором квартале этого года тоже будут очередные поставки. Это не значит о том, что вся гарантированное количество попадет одномоментно, оно может попадать траншами, но такие поставки и этапы этих поставок также согласовываются с поставщиками до того, как они попадают в Украину. Я уточню, вот эти сроки, там апрель, средина апреля, это вы уже говорите о возможных поставках именно Pfizer, COVAX и так далее, правильно? Да, это я говорю именно о поставках Pfizer в рамках механизма COVAX. И в рамках механизма COVAX также будет поставлено 1,7 миллиона доз вакцины AstraZeneca в рамках механизма COVAX, но она будет чуть позже Pfizer. Также мы ожидаем в рамках поставки по государственным закупкам следующей партии вакцины AstraZeneca, потому что первая партия 500 тысяч уже есть на территории Украины, используется, и следующая поставка будет тоже чуть позже. Спасибо вам большое, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру и поделиться очень важной информацией, потому что тема вакцинации, я уверен, она сейчас очень актуальна. И позиция телеканала Дом объяснять, рассказывать людям о нужности вакцин и вообще создании коллективного иммунитета. Спасибо вам большое за то, что присоединились к эфиру. О вакцинации людей, в том числе с временно неподконтрольных территорий, говорили с Александром Заикой, руководителем национальной программы иммунизации Центра общественного здоровья Министерства охраны здоровья Украины. Хотите оперативно получить важные новости? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал, фейсбук и ютуб. Там очень много полезной информации для вас. Спасибо, что доверяете и помните, Украина наш дом. Продолжение следует...